Сегодня есть договоренность, я уж наберу на себя такую смелость, с Министерством ЖКХ, транспорта и так далее, что нам будет оказана помощь даже в последние дни этого года. Для чего? Для того, чтобы сегодня, как же все знаете, у нас нет ни резервных насосов глубинных, ни того, ни другого, никакого запасного оборудования. То есть, если в случае ЧП, а все будут магазины и предприятия закрыты, вот эта помощь нам будет оказана заранее, и мы постараемся все эти вещи закупить до Нового года. Да, есть кадры перестановки. Сегодня принято решение, значит, что Рылов Сергей Александрович, начальник управления ЖКХ, дорабатывает до 31 декабря, ну и с данной должности уходит. Это не его решение, это решение сегодняшнего главы Ухлова Петра Яковлевича. Вместо него, ну, предполагается, это, конечно, не моя перегатива, но предполагается, что Мочалов Николай Петрович придет. В соответствии на время месяца будут поменены все заместители, естественно, главы. Это его задача, его желание, и это осознанная необходимость. То, что эти разговоры на сайтах, ну, меня очень это радует, что сегодня 200 с лишним комментариев, кто у нас Запад-24-то. Меня это радует, что это... Хорошо, если это пишут люди, которые неравнодушны. Ну, плохо, если пишут это то, что, как-нибудь, может быть, это организовано. Ну, во всяком случае, поначалу меня это задевало, потом, когда второй раз перечитываю, а я перечитываю, хотя некоторые чиновники говорят, мы не читаем комментарии, а я считаю, что неправда, потому что у них разговор проскальзывает, что они читают. Меня это начало уже смешить. Все-таки я бы отдал, конечно, предпочтение прямым выборам. Потому что такое сегодня депутат? Человек слабый в каком-то смысле. У человека возможно семья, у человека какие-то, может быть, проблемы, там, расходы. Ну, наибольшее количество средств у нас традиционно предусмотрено, это управление образованием, да, там, 300 с чем-то миллионов. В основном средства, вот, только-только зарплата, оплата ЖКХ и так далее, никаких излиществ нет. На ЖКХ не заложено ни копейки на ремонт по бюджету. Поэтому, надеемся, все-таки опять возвращаясь к той теме, что помогут нам и краевая казна, все-таки мы это спланируем. В этом году садика не будет, но в Преображенке зато будет модульный клуб, скажем так. Ну, это разные вещи, но, тем не менее, что-то вот мы добились, именно вошли в программу, и нам под это деда выделили деньги. Я думаю, в 21-м году уже будет клуб Преображенки. Ну, не считая того, что будут новые ФАПы, но один ФАП всего в год нам выделяет краевые деньги, тоже по программе. Будет новый ФАП еще один. Быть сейчас был мало-малой, а следующий, не могу сказать, где, но где-то будет. Это в обязательном порядке. Хотелось бы, чтобы отремонтировать и старые ФАПы, и передать Министерству здравоохранения, чтобы как-то они уже это отслеживали, и ремонт, и насыщение этим медикаментами, и прочее-прочее кадрами.